Дорогие друзья, здравствуйте, дорогие наши зрители! Сегодня у нас эксклюзив. У нас в гостях наша прекрасная Георгиева Лариса Абисаловна, народный артист России, Республики Украина, а также обеих частей Осетии. Также художественный руководитель Северо-Остинского театра оперы и балета и также Академию молодых певцов Мариинского театра. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы вам благодарны, что вы нашли чуть-чуть времени, чтобы пообщаться с нами. Как само чувство? Спасибо, все хорошо, немного волнуйся. Скоро спектакль. Кстати, о спектакле. Сегодня будет премьерный показ на сцене Сочинского, так называемого, Зимнего театра. Как все подготовлено, как все проходит. Ну, все обещает быть успешным. И я надеюсь, и жители города Сочи, и также многочисленные гости его, и те, кто специально приехал посмотреть наш спектакль, будут приятно удивлены, потому что эту возможность имеют не все. Спектакль Агриппина, Генделя, он нигде никогда не ставился, не идет. И вот только наш Владикавказский зритель год назад смог увидеть премьеру. Затем в Москве мы показали, в рамках маски «Золотой маски плюс». И вот теперь Сочи. И в первую очередь, как приняли во Владикавказе, тем более зритель-то не особо искушенный за последние годы, ибо пока он стал театром оперы и балета, до этого не ставили столь... Я не помню, по крайней мере, за все свои годы. Там ставили тем более барочные произведения. Верно. Театр в Владикавказе, который я уже возглавляю как художественный руководитель более 8 лет, он имел в прошлом очень большие успехи, и на сцене его пели замечательные вокалисты. Целая прияда в одно время украшала этот театр. К сожалению, многие ушли, кто-то уехал. Театр переживал трудные времена. Но вот с моим приходом он стал театром оперы и балета. И сейчас у нас в репертарии, пожалуй, только одна стал театром оперным. А вот в репертарии только одна билета «Летучая мышь». Ну, обычно и почти все оперные театры имеют в своем репертарии. Эту величайшую... Великие исключения. Да, и с удовольствием поют ее. А так у нас репертарь исключительно оперный. Я этим горжусь. И горжусь тем, что на сцене в Владикавказской опере с большим удовольствием поют молодые солисты-маринки. Это уже стало просто такой неотъемлемой частью театра. И вот сегодня в Агрепине как бы соединилось три театра. Молодые мариинцы, владикавказские певцы и солисты нашей оперы и замечательные актеры русского драматического театра имени Бахтанга. Но они поющие, но не оперно поющие. Они не будут петь. Они будут разыгрывать драматическое действие. И в главной роли Агрепины великолепная актриса, скажем так, Примадонна этого театра Наталья Серегина. И спектакль надо, конечно, видеть. О нем очень трудно говорить, потому что он очень необычный. И в нем сочетается и оперное пение, и хореографические номера. Это тоже представители нашего балета Владикавказского. И актеры драматического театра. И все идет как бы так эпизодами, соединяется в одно такое большое целое, перечудливо переплетаясь. И скажу так, что произведения Геннеля, к которым очень редко сейчас обращаются оперные театры в нашей стране, и, скажем так, оправданы. Потому что оперы большие по масштабу. Иногда могут показаться неискушенному зрителю длинными, большими, слишком масштабными. И очень непросто слушать оперу. И это не только арии какие-то, или ансамбли вокальные, но это еще и музыкальные речитативы. Мы же постарались, вот об этом, подумав об этом, придумать свою такую версию оперы Геннеля. И музыкальные речитативы заменились просто драматическим действием. Ну и очень необычен он и по оформлению, и по корме своей. Мне кажется, получился интересным. И тот интерес, который испытывает к нему молодежь, вот это меня очень радует. И я думаю о том, что, наверное, такие произведения, написанные 200-300 лет назад, надо очень внимательно продумывать, как их делать. Режиссер у нас молодой, талантливый, Софья Сираканин из Петербурга. Она дирижер очень молодой. Это главный дирижер нашего театра, Евгения Кирилла. Ну и я, в общем, к этой работе была приобщена. И очень многое там идет как бы с моей подачи, по моей идее. И, собственно, эта идея, вот заменить музыкальные речитативы на сценическое действие, это тоже моя идея. И все как-то так сложилось удачно. И спектакль получился действительно интересный. Я вот этой постановкой просто горжусь, потому что он очень современно смотрится. Динамичный, довольно-таки. Динамичный, красивый спектакль. И, конечно же, вот очень я порадовалась за то, что для наших молодых вокалистов и Владикавказской оперы, и Мариинского театра есть возможность прикоснуться к этому стилю, к стилю Гендеря. И вообще барочный репетарь, он очень труден, конечно же, по стилю своему, но, конечно же, к нему нужно прикасаться. Потому что музыка просто замечает. Я знаю, что Вы проводите много фестивалей, конкурсов для молодых, для детей по выявлению талантов. В каком состоянии Вы застали театр? В каком состоянии сейчас и к чему стремитесь в будущем? Наверное, нужно сказать, самое главное – это то, что я безумно люблю этот театр. Я проработала в нем свои молодые годы. Тогда театр, вот теперь на расстоянии ты это видишь и понимаешь, переживал пару расцвета. И, конечно же, то, что ты в свои самые такие лучшие молодые годы впервые познакомился с оперным жабром, с такими операми, как «Кармен», как «Мадам Меттерфляй», как «Баяц», как «Котелло». Это классика. Это классика такая, да. Пока никогда я еще никуда не выезжала, когда я только об этих произведениях читала или слушала пластинки. Вот это, конечно же, наношло отпечаток на всю мою дальнейшую тоже жизнь. И когда я уже поехала работать, я приглашена была в более такие крупные театры, скажем, как Пермский академический театр Мечиковского. Я помню свое состояние такого безграничного удивления, восхищения, когда я начала работать в театре, где шел весь Чайковский. Это был единственный театр в мире, где шли все балеты и все оперы Чайковского. Лишь и оперы Прокопьева, где буквально вся русская и западная классика, ты мог увидеть это, по-моему, это было где-то порядка 50 названий, и я застала театр тогда. В то время, это был 87-й год, когда люди ночью, страшные морозы стояли около театра до часа, до двух ночи и на ладошке записывали номера, потом ждали раннего утра, чтобы бегали куда-то погреться, чтобы по этому номеру купить себе билетик, скажем, на балетный спектакль. Это был знаменитый Пермский балет, тогда театр просто гремел. Ну а вот в Осетии в то же самое время, вот конец 80-х, была очень, вот в культуре, скажем я, очень неприятная полоса, потому что и культурой управляли люди, и в обкоме тогда сидели товарищи, которые просто по сути своей, по уровню своей культуры внутренней не могли даже понимать, насколько важно иметь в республике музыкальный, там, оперный театр, насколько важно поддерживать кадры, потому что в одночасье все разбежались, в одночасье театр рухнул, потом блачил, конечно, какое-то существование. Кстати, надо быть все равно очень благодарными тогдашним руководителям театра, Юрию Николаевичу Лекову, Пану Францевичу Паносяну, за то, что, как сказал однажды, со сцены нашего театра, мой брат, спасибо всем за то, что театр не закрылся и не превратился в какой-нибудь казино. Поэтому вот в этом отношении, конечно, им надо быть благодарным. Вот. Ну а когда я пришла, театр был полной разрухи, ничего не шло, абсолютно, я не боюсь этого сказать. Театр сдавали на какие-то варианты, на поминки помещения, да, какие-то вообще вещи, которые не очень. Да, я помню, там с тыльной стороны проходили такие мероприятия сзади. Да, спасибо коллективу, замечательный коллектив у меня, команда, мы за Сучих. Есть в итоге команда. Да, да, есть, мы взялись за работу. И вот в общей сложности за эти годы порядка 45 названий мы сделали. Это в то время, когда практически театр на постановке не субсидируется. И, конечно, большая проблема в том, что средства приходится добывать мне самой. Я, тем не менее, очень большие такие надежды возлагаю на сегодняшнее время, когда я вижу конкретное желание помочь театру, видя его успехи, видя его динамику, видя то, что сейчас происходит на этой сцене, видя то, что театр играет, может быть, основополагающую роль, скажем, в культурном имидже республики. Вот я имею в виду и фестивали, многочисленные, разные. Это не только фестиваль гостя Кларисы Георгиевны. Фестиваль очень значительный и по своему масштабу он сейчас является одним из самых важных в стране. фестиваль большой, он идет сорок дней по протяженности довольно большое время. Почти каждый день на сцене что-то проходит, и это различные жанры, виды искусства. Это и джаз, это и драма, это и инсультальная музыка, и камерно-вокальная, это и хоровая музыка звучит, и балет. И вот те имена, которые, например, украсили восьмой фестиваль, вот только что прошедший, такие, как Николай Сокоридзе, как Мария Гулигина, как Сергей Равлугин и многие-многие выдающиеся, хотя очень молодые исполнители. Это и Сергей Безруков с театром Табакерка. Это и те, вот молодые для меня это особенно радостно и хорошо, когда я вижу, что к нам в Аблодий Кавказ приезжают выдающиеся, очень молодые, пусть еще, но уже хорошо известные исполнители, которых знают и очень ценяты во всем мире. Это лауреаты последних самых престижных джорных конкурсов. И я здесь должна, конечно, назвать имя, скажем, Лукас Генюшес, пианист такой, он просто потряс Владик Кавказ. Айлен Питчин, скрипач, тоже вступавший вместе с ним, приехавший впервые в Владикавказ. Кавказ, публика воспринимала выступления вот этих молодых музыкантов просто как-то невероятные. И мне кажется, они уехали просто ошарашенные. И мы с ними говорим о том, что они будут снова приезжать, участвовать у нас. И, конечно, вот такие примеры говорят о чем? Выдающиеся мастера, меликие артисты, как Мария Булигина. Ее сольный концерт, мне кажется, просто на многие-многие удостанется в памяти у наших Владикавказских миломанов. Это оперная дива всех времен и народов. Выдающаяся певица. И, наверное, мало кто мог предположить, что она окажется во Владикавказе. Она дала в Соне концерт и потом выступала в гала-концерте. И я думаю, что ей, в свою очередь, очень понравился наш певица. И тот прием, который был ей оказан. И она говорила о том, что с удовольствием приедет сюда. Они, конечно, приезжают благодаря вашему авторитету и авторитету вашего брата. Иначе, наверное, на Габа их никогда не было. Ну, конечно, наверное, очень... Так можно себе польстить и сказать, да, вот я со всеми этими музыкантами знакома. Или они обо мне слышали, знают и поэтому приезжают. Да я бы так при этом заметила, что наш зритель сейчас, который знакомится со всеми этими великими именами, когда они приезжают, показывают высочайший класс, уровень зрительского такого приема и отношения к тому, что делают эти артисты на сцене. Ведь как только вот уровень приезжающего артиста немножечко, может быть, ниже, прием соответствующий, вот, уже разбираются люди. На фестиваль ходят семьями. Уже первые дни фестиваля билеты раскупаются. О чем это говорит? Это говорит о том, что для людей это стало признаком хорошего тона. Приходить в театр, хорошо выглядеть при этом, общаться. И ведь во время фестиваля очень многие люди вот просто почти каждый день встречаются. Я случайно так подошла к кассе и застала такой разговор. Очень пожилая женщина, очень интеллигентная такой в наружности, таким очень интеллигентным, мягким голосом спрашивала кассира театра. Вы скажите, посоветуйте, я не могу взять билеты на все мероприятия. Вот, я немного ограничена в возможностях финансовых, но посоветуйте мне. Я бы хотела, вот у меня вот такая сумма, насколько я смогу в концерт спектаклей попасть и какие билеты мне предложить. И кассир с ней работал, объяснял, вот я вам советую пойти на это, на это, на это. Но меня такие вещи очень радуют, и особенно, когда я вижу в театре молодые лица. Молодые лица, потому что все, что мы делаем, все, что делает наш коллектив, это все для, самое главное, для молодежи, для тех, кто потом приведет своих детей и их муку. Кстати, об этих людях, я сам часто ходил, в начале нулевых 2000-х годов, ну, к примеру, возьмем, на Евгения Онегина я ходил, когда был премьерный показ. Полупустой, к сожалению, был зал, старые театралы, они там, все сидят, естественно. Так, в основном были бабулечки. Но очень было мало студентов, или вообще молодых людей, кого это интересовало. И меня это очень радует, раз все меняется в лучшую сторону. И, кстати, вопрос о кадрах. Балетная труппа, она возникла сравнительно недавно, то есть была, но со временем она отошла, где и кто подготавливает сейчас, ибо у нас на Кавказе все-таки популярные народные танцы. Где-то местами может быть бальные, но мало акцента было на классический, на академический танец все-таки. Как с этим? Ну, балет, и этот жанр балетный, и развитие балета, все эти вопросы, это, конечно, самые любые. К сожалению, мы не особенно что делаем для того, чтобы у нас появились молодые люди, занимающиеся профессиональным балетом. Да, кто-то уезжает, и почти каждый год кто-то куда-то выступает, но, видимо, те совсем невысокие зарплаты, отсутствие жилья делают невозможным приезд этих ребят после учебы. Мало кто возвращается, очень мало. Или же вот такие случаи, когда человек приезжает, начинает искать какие-то параллельные, может быть, для себя и профессии, и уже не занимается этим жанром, и очень много случаев, когда ребятам действительно удобнее пойти в ансамбль народного танца. Вот. И я очень горюю, переживаю, но как могу, стараюсь делать все, что в моих силах для того, чтобы как-то помочь этим молодым людям. И могу сказать так, что вот у нас в нашей балетной труппе есть молодые люди, такие как Рустам Куваев, кстати, недавно стал заслуженным артистом, в очень молодые годы, что весьма нехарактерно тоже для нашей действительности, молодые балерины Дана Завеева и Тамара Засохова. Я очень стараюсь их поддерживать, я стараюсь, чтобы из них воспитать вот ведущих, скажем так, специалистов своего жанра, стараюсь как могу прибавлять им зарплаты, но все это носит, конечно, пока не тот характер, ведь чтобы удержать их здесь, чтобы как бы заинтересовать их, нужно еще много усилий. Вокруг них, конечно, есть и наши старожилы, и весьма профессиональные люди, такие как Рита Джикаева. Рита Джикаева это вообще наш ветеран, замечательная балерина, ученица в Агамовской академии. И вот она, вы знаете, просто неувидаемая, чтобы она еще желая много лет танцевала, но самое удивительное, то что вот Дана Завеева, она ведущая сейчас балерина у нас, это ее дочь. А вот сын ее, Давид Залеев, это просто наш не только, скажем, замечательный земляк, но это выдающийся профессионал, который уже завоевал несколько гран-при, в том числе на конкурсе международном Григоровича. А вот буквально летом сейчас стал победителем конкурса в Москве, международный конкурс артистов балета. И этот конкурс один из самых престижных в мире. И я знаю, что очень тепло к нему относится Юрий Николаевич Григорович. Он несколько лет был солистом Казанского театра оперы. То есть мы познакомились, когда он еще не был. Вот таким лауреатом. И он по моему приглашению приехал и станцевал у нас. Этот номер, который он показывал на концерте, назывался «Демон». В современном гран-при, я вообще пришла в такое восхищение. Он выступал рядом с артистами Мариинского театра, Большого театра. Просто выдающиеся данные. Просто потрясающий профессионал, совсем-совсем молодой. Кстати, немалозначимый Малуса, который называется детский. Да. Вот этот детский конкурс, он будет в ноябре, он уже будет в третий раз происходить. В таких специальностях, как портепиано, народные инструменты, ударные инструменты, вокал. Вокал вызывает вообще какой-то всеобщий бум. Это хореография, это изобразительное искусство. И вот к нам едут молодые, так сказать, юные, скажем так, таланты, ребята из соседних республик, со всего северного Кавказа. Кавказа, Южная Осетия. И вот на прошлом конкурсе маленький пианист такой из Калмыкии. Меня просто удивил своим серьезнейшим отношением, своими способностями. А уже за плечами, ему 6-7 лет, а уже за плечами Гран-при в Париже у него было. У нас в Осетии немножечко звезды так расположились, что он ни Гран-при не получил, потому что очень серьезная конкуренция была. Да, но мальчик так волновался, так старался и пообещал приехать снова. И вот замечательно. Это с большой охотой из Дагестана едут ребята и показывают такой очень интересный уровень, вот увлеченность какую-то особенную. У нас, конечно, пианисты. Мне бы очень хотелось, чтобы вот к этому конкурсу было больше внимания, потому что то, что сейчас происходит с нашими детками, то, как мы поддерживаем и развиваем их способности, это наше будущее. Через некоторое время буквально нам некому будет поручать, скажем, играть на планете, в ноговое, в ударные инструменты. Этих людей, специалистов, которые могут учить детей, этих специалистов, их просто уже все меньше и меньше. Многие вообще ушли уже. Их нет. Кто будет учить? И мы ничего не делаем. Я уже несколько лет бью тревогу. Бью тревогу, потому что я прекрасно понимаю, что завтра некому будет сидеть в нашем символическом оркестре. Кстати, а быватель думает, что только пианист, скрипач, ну, может, виолончелист, и все на этом оркестре кончается. Вот нет. А там уже целые, целые, целые. Вот эти духовные инструменты, с ними огромная проблема. А вот, скажем, в нашем театре инструменты, им просто 55 лет. С основания театра до сих пор на этих скрипках, на этих колончелях, на этих контрабасах уже на части разваливаются, 200 раз склеены, уже переклеены, переделаны. Но вот в Кабарде соседней, я знаю, просто в одночасье взяли и купили полный комплект инструментов для синтетического оркестра. Мне рассказывали так, надеюсь, что это так. А вот у нас почему-то такого нет. У нас нет арфы, у нас нет арфиста, у нас очень многого нет. И в училище, в колледже искусства, имени Гергиева, но стоят такие портепиано, но что-то вот наша семья подарила. И рояль, и несколько инструментов, вот пианино, которые просто я сама купила и подарила. То же самое и в театре я сделала. Ну, неужели нет вот как бы наших таких состоявшихся уже людей, земляков, которые могут себе позволить хотя бы по одному пианино взять, скинуться и купить или театру, или училищу. Ну, как же вы, вы не представляете, как звучат инструменты, и тем не менее эти педагоги наши замечательные, они учат ребят играть, идти ездят, выигрывают конкурсы, как-то подбивая себе все там руки, просто какие-то необработанные куски дерева. Вообще, ну, на них создать какое-то произведение, сыграть нормально невозможно. Понимаете? И вот никакой ниоткуда помощи нет. Вы упомянули про Министерство культуры, наших премьер-министров или председателей правительства, точнее. Ну, а как же частные лица, которые могут называть себя стенами и в то же время не проявлять столько патриотизма, чтобы помочь? Насколько я знаю, ваш приезд в Сочи организован и при содействии осницкой общины Алани в городе Сочи, непосредственно возглавляемый Анатолием Маргиевым. И, наверное, таких людей мало, кто может помочь и как-то... Я думаю, что людей таких очень много. А что им мешает? Просто, вы знаете, так легче жить, заниматься только своими делами и, в общем-то, гордиться тем, что мы осентины, и у нас было потрясающее прошлое. Скипы, Аланы, мы говорим об их подвигах, завоеваниях и так далее. И просто ничего не делать для того, чтобы сегодняшняя Осетия как-то процветала и хотя бы какую-то элементарную помощь, но хотя бы детям в сфере культуры, спорта помочь. Сейчас сцена нашего оперного театра, она как бы уже имеет нелокальное значение. Раз сюда приезжают звезды международной величины, выступают, дарят свой талант и хотят приезжать, и об этом пишут и показывают. А сцена соответствует стандартам? Сцена более-менее стандартам. Сцена, потому что мы отремонтировали ее 5 лет назад и сделали... Технические новиночки туда? Никаких технических новинок. Мы отремонтировали только оркестровую яму, чуть-чуть ее расширили и саму сцену покрытия. Но у нас ничего нет. То, что отвечает современному сегодняшнему. Техническое оборудование очень плохое. Вот в Осинском центре несколько лет назад я знаю, что Республика сделала все, чтобы о современном так сказать сцене. У нас этого нет. Ни звук, ни свет, ничего. Даже пульта нет. Потому что меньше декорации так летают, что... А тем более у нас есть такие постановки уже с приглашенными людьми международного уровня. Надо об этом думать. Но пристройка очень нам нужна. Мы очень страдаем без нее. Нам негде красить свои, скажем, декорации, писать. Нам негде... Нету технической части. Да. И вот надо просто, наверное, вот помогли Истинскому театру. Слава Богу. Он превратился в лучшую сторону. Теперь вот, наверное, этому театру, потом другому и так далее. А вот я... Вы затронули интересную тему о лицах, да? Сказав, которые могли бы помочь. Ну, я не знаю, как здесь быть. Или по имену обращаться к каждому. Тоже в роли просителя как-то не очень хочется выступать. Напомнить им об этом. А так уж как им совесть позволяет. Будем надеяться, что наш разговор кто-то услышит тоже. Понимаете, вот, кстати, Анатолий Дионозович один из тех ильчайших людей. Вот его и просить не надо. Он человек, у него большое сердце, он очень обуреваем желанием помогать всему хорошему, красивому, что происходит или может происходить у него на родине, да? И вот я сама, познакомившись несколько лет назад с ним, кстати, здесь в Сочи, была потрясена. Как просто и скромно он подошел и сказал ко мне, ты хочешь ставить три осинские оперы на исторический сюжет? Я тебе помогу. Не проси ни у кого ничего, я тебе помогу. Там же были люди, это была большая пресс-конференция, которые били себя в грудь и говорили, Лариса, не волнуйся, мы тебе поможем эти оперы, считай, что, значит, мы тебе уже, значит, помогаем, и ты приступай к постановке, все, ты не одна. Больше я их никогда не видела, не слышала, вот. А Анатолий Дионозович просто взял и помог. И мы смогли не просто поставить эти три оперы, пригласить настоящих профессионалов, постановщиков, но и пошить очень дорогие костюмы, настоящие костюмы. И тем более вот такое содействие с Мариинским театром, это же какие расходы тоже. Ну, конечно, вот он, он вообще такой человек, вот я знаю, вот скажем, у меня там Малышак или там еще другие фестивали, у меня еще есть Болот Хапсаева, я учредила фестиваль, и уже два раза он прошел к столетию нашего величайшего актера, и вот сейчас в декабре месяце будет фестиваль моноспектаклей, он тоже уникальный моноспектаклей, арт-соло, его название, куда приезжают люди. Да, он уже прошел один раз, сейчас будет второй, через раз в два года он идет, и там представители различных жанров, оперы, балеты, драмы, и могут и себя показать, и спектакли, которые на них поставлены. Первый фестиваль очень успешный. Звучит очень по-современному. Да, 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 да. И все это на сцене нашего театра. И вот такое последненькое, что бы вы пожелали всему остинскому народу? Всему остинскому народу я бы, конечно, пожелала мира, процветания, всех жизненных благ, здоровья крепкого, и пожелала бы больше любить друг друга. А мы от имени нашего канала вам пожелаем творческих успехов, естественного здоровья, и всего-всего только хорошего вам и вашему брату, и вашей семье. Огромное вам спасибо, что нашли время.